Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Зубова и я подготовила для вас целую серию мастер классов, которые объединены одной общей темой. Все мы знаем, что любую картину можно написать тремя основными красками. Это красный, синий и желтый. Но красных, синих и желтых существует просто несметное количество. И встает вопрос, а какие же краски выбрать? Какие красные, какие желтые, какие синие? В этой серии мастер-классов я бы хотела вам показать на практике, как использовать разные краски и как сочетать друг с другом. Для работы над первым утюдом я выбрала кадмий желтый светлый, голубой FC и краплак красный прочный. Естественно, мы будем использовать белило титановое. Белило это не цвет, это тон. То есть, этой краской мы будем лишь менять тональность, но не менять цвет. Сейчас вы увидите эти краски белило, желтое, светлое, краплак и FC. Использовать я буду всего лишь три кисти и один мастихин небольшого размера. В качестве растворителя беру терпентин и наливаю небольшую емкость. Выдавливаю краски. Краски выдавливаю таким образом, чтобы между ними было достаточное расстояние для удобного смешивания. Кисти мы будем сегодня использовать маленького формата, поскольку размер у нас совершенно маленький, такой вот этюдный. Использовать будем щетинки небольшие и синтетическую кисть для прорисовки деталей. Работу над этюдом мы начинаем над набросочка. Набросок такой абсолютно схематичный, нейтральной краской. Мы смешали все три краски, синий и красный и желтый, только в разных пропорциях. И сейчас кисточкой достаточно жидкого содержания начинаем прописывать вот такой вот легкий-легкий набросок. На этапе наброска мы, конечно же, не вырисовываем никаких деталей, мы просто обозначаем в схематичном, где будут располагаться основные предметы. Накидала листву. Теперь белила, синий. Делаю замес для неба. И чтобы он стал более фиолетовым, мы добавляем туда краплакам. Небо достаточно светлое, погода ясная, поэтому набираем очень светлый тон. Кисточку беру вот таким вот образом, таким хватом. Это позволяет нам очень быстро, комфортно работать и заштриховывать всю поверхность холста. Первое, что мы делаем, это избавляемся от белого холста, то есть заштриховываем основные, такие вот большие пласты, большие части. Решила еще светлее сделать небо. Сейчас это все делаем очень быстро, хаотично, не стараемся что-то прорисовать, что-то сделать аккуратным. То есть наша задача сейчас просто закрыть холст какой-либо краской. И сейчас я буду делать облака. Облака хоть и кажутся нам белыми, но белыми они не являются. Поэтому для облаков мы замешиваем такой вот розовато-персиковый оттенок. Это белила, капелька красного и буквально маленькая-маленькая капля желтого. Набираем все это на пальчик и прикасаемся пальцем с достаточным количеством краски на небо. Совершаем круговые движения и выписываем облака. Прикасайтесь пальцем в различных углах, постарайтесь совершить как можно более разнообразные движения. Но с таким акцентом, что верхушки облаков у нас должны быть четкие, а все нижние части мы размываем как бы. То есть мы создаем такой вот контур облаков, а остальную всю часть вписываем в голубое небо. Вот сейчас видно, что верхушки остаются нетронутыми, а низ мы так вот разносим плавно и растушевываем. И делаю замес для гор. В тот самый голубой, которому мы писали небо, добавляю чуть больше синего. И начинаю вот такими вот движениями создавать рельефы гор. Постарайтесь кисть держать таким вот образом плашмя. И показывать именно верхушки, именно вот такие вот кончики макушки гор. Чуть-чуть более красного для таких вот ярких, насыщенных гор на переднем плане. Здесь необходимо показать воздушную перспективу. То есть все горы, которые находятся вдалеке, становятся более светлыми, менее контрастными, менее насыщенными. То есть они становятся такие более голубоватые, сизоватые. Горы, которые находятся на переднем плане будут иметь достаточно такой широкий контраст, достаточно высокую яркость, в отличие от дальних гор. Сейчас я делаю темный замес и буду этим замесом прописывать деревья. Помним, что этюд это короткий набросок, которым мы хотим передать атмосферу, уловить динамику состояния, поэтому здесь никакой прописки нам не требуется. Мы делаем все очень живо, очень быстро, достаточно схематично. Набрали на кисть очень темный цвет. Темный мы создали с помощью синего плюс красного. И капельку желтого добавили для того, чтобы сместить оттенок в сторону зеленого. Начинаем ударять вот таким образом щетиной кистью по холсту и создаем очертание деревьев. Деревья мы прописываем от темного к светлому. То есть сначала мы создаем все теневые полностью, а потом лишь только на теневые наносим какие-то светлые участки. То есть все средние и все светлые будут уже потом. Мы сейчас работаем в таких стесненных условиях. Ограниченно стесняем себя. Мы выбрали всего лишь несколько красочек и пару кисточек и один мастихин. Имитируем себе такое пленарное занятие, когда мы выходим на улицу. Не хочется брать с собой весь арсенал своих рабочих инструментов, чтобы не нести все это на себе, весь этот груз. Поэтому вот ограничим себя даже в студийных условиях. А мы тем временем добавили в синий замес желтую краску. Желтый больше. И вот такой получился у нас яркий зеленый оттенок, которым мы будем заполнять переднюю часть холста. Для подобных работ выбирайте пожалуйста вот кадмий желтый светлый обязательно натурального состава, не имитацию, поскольку пигмент нам здесь будет играть очень важную роль. Широкими размашистыми движениями начинаю прописывать передний план. Абсолютно не стараюсь сделать это аккуратно. Повторюсь, это набросок. Мы делаем все очень быстро, все очень относительно. Для дальнего плана выбираю такой вот голубоватый оттенок по той же самой причине, воздушная перспектива. В тот же самый оттенок добавляю просто голубой и пишу задний план. Для переднего плана беру такой вот рыжеватый оттенок. Пишу все сейчас одной кистью пока что. В желтый берем каплю кроплака, белила и вот таким вот резкими быстрыми движениями начинаем прописывать передний план. Сейчас я создаю имитацию травы. Кисть беру плашмя, это у меня щетинка и вот такими ударными движениями, вертикальной направленности, но с небольшими такими зигзагообразными мотивами. Начинаю набирать травы на переднем плане. Где-то можно показать горизонтальные плоскости. Вдалеке уже мы не сможем различить травинки, поэтому там работаем вот такими вот общими мазками. А на переднем плане выделяем все и стараемся показать и плоскости и направление трав. Сейчас попеременно работаем темными и светлыми. Самое главное это уловить характер в природах, настроение природы, состояние на данный момент. Поэтому сейчас нужно работать очень быстро, очень динамично. И прописываю светлые участки на деревьях. Вот такими тычинными движениями, то есть работаем как будто ударяем такими маленькими-маленькими точками по темному дереву. Меняйте оттенки, где-то более зеленые, где-то более красные. Какие-то кустики пропишу и вот на среднем плане. Таким же образом, с темных. Опять-таки работаю уже светлой краской по темной подложке. Характер мазков в вертикальной направленности. Кисточку берем за кончик и совершаем такие вот ударные движения. Кое-где можно добавить синевых. Если случайно их перебили светлыми. Поехали. 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 Сейчас сделаю такой оранжелатый замес для того, чтобы прописать домики. Играет музыка 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 А мы тем временем прописываем уже такие вот детальки Над деталями слишком не стоит увлекаться То есть не должен быть этюд какой-то очень-очень детализированный Если, конечно же, время осталось и состояние природы не изменилось, то есть не изменилось освещение, ветер не начался, тучки не пришли, то есть если состояние погоды такой же, как когда мы начали работу над этим этюдом, тогда продолжаем работать, пока нам не надоест. Самое главное, что мы сейчас уже ухватили настроение такое вот солнечное, летнее, по-настоящему теплое, и уже по этому этюду мы сможем написать в студии полноценную картину. Дополняем, дополняем какими-то такими вот штрихами, вносим разнообразие оттенков в зелень. Вот такой спелый, сочный, динамичный этюд у нас с вами получился. Очень быстрый, короткий набросок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!